В этом выпуске! Сегодня у нас крутой выпуск о том, как создавать воображаемые миры, и мы для этого позвали очень крутого специалиста, генерального директора студии... Какой? Main Road Post. Отлично. Скажи, что в этом фильме нарисовано, вот в этой сцене? А, ты знаешь, насколько я помню, там все нарисовано. Да, вот эта сцена с погоней, сцена и сам Дэдпул, скорее всего, да, там, по-моему, все нарисовано. Точно знаешь, что у него лицо тоже было нарисовано. А, в смысле, то есть имеешь в виду, что у него просто одета маска и... У него одета маска, но вот эта вся часть и анимация, да, она, в смысле, вот это вот глаза и так далее, это все анимировано. То есть вот эти все машины переворачивающиеся... Это все full CG, да. Это все full CG, да. То есть а насколько, по твоему мнению, это круто, когда делаешь сплошной мультик? Ну, смотри, во-первых, это неправильно говорить сплошной мультик, фиг с ним, да, как бы, ладно уже, я вытерплю это оскорбление. Вот. Это все-таки фотореалистичная вещь, это действительно сложно, это действительно сложная работа, но у всего есть свои, как сказать, плюсы и минусы. Здесь важен контекст. Во-первых, это очень сложная сцена, она реально очень сложная, снять такую сцену очень тяжело. Стоить она, скорее всего, будет очень дорого. Скорее всего, снимать ее придется, ее нельзя будет снять в городе, ее для этого вот как в «Матрице», помнишь? Целую дорогу строили. Целую строили дорогу. Или где-то там на авиабазе, где-нибудь на взлетно-посадочной полосе будет снимать, потому что она сложная, долгая и длинная. Объясню, почему важен контекст. Значит, режиссер фильма — Тим Миллер. Тим Миллер очень опытный, у него собственная компания под названием Blur, которая занимается синематиками для игр, анимаций и так далее. Они опытные ребята в компьютерной графике, и он сам из компьютерной графики. И он прекрасно понимает, что компьютерная графика может. На самом деле эту сцену он в свое время делал тест для нее. Перед запуском фильма он делал пилот. А, вот эта короткометражка, в которой хотел его посетить. Короткометражка, да, да, да. Вот поэтому он понимает, как это сделано, понимает какие-то ресурсы, да, точно знает, что хочет, и поэтому, скорее всего, это было очень грамотное и правильное решение. Тут, видишь, тут очень мощные трюки. В любом случае даже при съемках без графики не обойтись. Плюс ко всему обрати внимание, что там все люди, вот эти мотоциклисты и там, кто вылетает, да, они все погибают со страшной силой. Поэтому это, скорее всего, все равно были бы цифровые дублеры. Я думаю, что это был абсолютно осознанный выбор, да, сделать эту сцену полностью. Потому что она управляемая, ты можешь поставить любой ракурс, ты можешь сделать любое движение. Здесь это полностью управляемая и, главное, безопасная сцена. Безопасность актеров. Абсолютная безопасность, да. Они, вот вся внутренняя сцена, скорее всего, была сыграна на там зеленом или синем фоне внутри машины, там, на гимбале на нее покачали, вот, а все остальное, все фоны, все трюки и прочее это сделано с помощью средств компьютерной графики, да. С точки зрения твоей работы, в чем основная сложность такой сцены? Ее сделать нужно фотористично. Во-первых, она огромная, огромное количество элементов, обрати внимание, да, там везде фоны, дороги, машины, город сзади, да, все там, все элементы, мотоциклисты, да, дымы, искры, да, все-все-все. И это все сделано здорово, в смысле, она очень чисто сделанная сцена. Все стекла там, да, вон, видишь, все… Отражение. Отражение. Обратите внимание, элементы дороги, все здания, да, здания бликуют, отражают друг друга, да. Здесь все очень качественно, очень чистая работа. Вот. И слово же в том, что это огромное количество элементов, которые тоже нужно сделать, чтобы они выглядели очень убедительно. А сколько по времени вот это занимает? Вот если в твою студию пришли и сказали, вот нам нужна вот... Вот такая сцена. Отражение, я думаю, что от полугода до года, скорее всего. Так вот предварительно, я бы так сказал. Как это получится по-настоящему, не скажу, еще сильно зависит от режиссера, от того, как он работает, как принимает эти версии, как команда коммуницирует, да, там очень много факторов. А часто бывает такое, что, например, получается большой заказ, в студии не хватает, не знаю, специалистов мощности, и вы его распределяете по другим студиям. Потому что я знаю, что в Голливуде они там отдают в Индию, эффекты рисовать в разные страны. Да, да, бывает. Потому что сейчас весь, как сказать, сроки выхода на рынок у фильмов сейчас довольно короткие. Ну, в смысле, короче, чем раньше. Да, раньше ты фильм пока не сделал, да. Но потом не было такого количества студий. Сейчас очень много уже разных студий, поэтому они как-то распределяют. Да, такое бывает. И у нас тоже бывают в наших отечественных проектах. Тут еще, кстати, вот как пример вот «Погоня». Вот мы, например, на «Притяжение» делали «Погоню» джипа по рву. Тоже мы ее решили делать в Full CG, потому что сам джип «Тигр», он очень тяжелый, и он бы не смог так прыгать. Он реально очень тяжелый. Поэтому мы решили всю эту историю вместе с «Албом» сделать в CG, потому что показалось, что это экономичнее и более гибкое. А как, смотри, вот, например, вот ты говоришь сцену в CG, вот у вас есть машина, вот этот джип, вы ее как, сканируете, какие-то уже болванчики всех машин? Нет, почему? Мы смотрим, мы фотографируем, да, потом по фотографиям создаем. Сейчас, да, там делаешь фотограмметрию, например, да, это ты фотографируешь с разных мест, она... Это что, это как бы... Воссоздает. С маленьким фотоаппаратом отфоткаешь либо специальная аппаратура? Нет, нет, нет. С обычным фотоаппаратом, да, ты ходишь, какой-нибудь Canon или Nikon, да, и ты ее с разных сторон фотографируешь, загоняешь в программу, она создает примерно его пропорции и вид, да, и ты эти потом, собственно, ты нормально домоделиваешь, потому что любой объект нужно специально готовить под графикой, его нельзя просто там взять и вставить, понимаешь, его нельзя купить, там, где-то в интернете и просто поставить. Ты все равно дорабатываешь, потому что у всех свои инструментарии, да, и она для того, чтобы выглядела очень красиво. Вот если вот видишь, обратишь внимание, вот в Deadpool, видишь, все машины красиво бликуют, да, это не просто так добиться. Это нужно специальный свет поставить, нужно знать, как она реагирует, нужно, чтобы модель была правильно смоделена, с правильными какими-то там внешними элементами, для того чтобы отражения работали красиво. Это целая, очень кропотливая работа. А, т.е. получается, смотри, разный материал, вот стекло, металл, оно по-разному делается? Да, конечно, по-разному делается, по-разному как бы материал подбирается. Стекло — это не просто стекло, оно должно правильно отражать, правильно искажать. Там, скорее всего, пыль, там, скорее всего, какие-то пятна, может быть, где-то царапки по краю. Скорее всего, если там внимательно посмотреть, то шины тоже отрабатывают, потому что мы должны имитировать вес машины, и шины должны проражиматься, а это отдельная симуляционная техника, да, для того чтобы... Отдельная техника на шину. Да, отдельная разработка на шину, отдельный риг, да, который, когда колесо крутится, чтобы оно в этом месте, оно сдавливалось, да, и правильно отработало. Там очень много технической кропотливой работы, на самом деле, о которой зритель просто не знает. В этом же и крутость. Да. Смотри, вот, например, когда делают гонки реалистичные, т.е. есть, например, одной машины несколько вариантов. Одна, которая гоняет, другая помята, третья, там, еще для чего-то. Когда ты делаешь, например, сцену аварии, у тебя тоже разные модели, либо у тебя есть одна готовая модель, и ты ее постепенно внешь. Ну, нет, ты ее можешь постепенно мять, но в целом ты все равно потом готовишь, скорее всего, руками. Если это какая-то там, ну, грубо говоря, важная авария, то у режиссера, там, у художника-постановщика, у них какой-то взгляд на то, как ее должно машину помять и разорвать. Да, безусловно, мы можем как-то базовое внести там через симуляции, да, но в целом потом, да, ты ее готовишь, ты ее разрываешь, ты специально вот эти все надрывы делаешь, ты их отдельно текстурируешь. Надрыв ты не просто разорвал, ты должен толщину сделать, чтобы там по краю блячок работал, знаешь, там тоже там такой, да, целая история, там художественно разрываешь автомобиль. Тут, во-первых, корректно работающий свет, да, это физически корректное освещение, оно долго очень считается, потому что это, ну, ну, как бы там очень много переотражений, потому что вот сделать вот такое мягкое освещение, видишь, где он в солнце попадает, из нее выходит, да, это, в общем, ну, это требует ресурсов. Плюс ко всему там еще, если в кадр попадает какой-нибудь небоскреб офисный, да, то там, скорее всего, если вот он рядом снято, где-то близко, даже проскакивает, все равно нужно какую-то внутреннюю часть офиса хотя бы в низком качестве сделать. А, симулировать внутри. Да, потому что ты там сквозь стекло это будешь видеть. Части интерьера тоже нужно сделать автомобиле, потому что там частично что-то видно. И если ты посмотришь там на асфальт, ты видишь, там есть какие-то мелкие элементы, их тоже нужно симулить. Каждый удар колеса, видишь, искры, пыль — это отдельная симуляция. В смысле это отдельно, когда человек сидит, да, и настраивает маленький кусочек, вот как пыль полетела, видишь, там, да, стеклышки летят, бликуют. Каждая стеклышка нужна отдельно промоделить, чтобы у него бличок сработал правильно, потому что там внутри всяческая, там, каустика, свет проходит, там, да, там очень много физически каретных вещей, да. Ну, разорвало человека. Скорее всего, когда его разорвало, люди посмотрели референсы. А, то есть, я ты разошеденку смотришь, чтобы это сделать? Ну, естественно. Для того, чтобы понимать, как это должно выглядеть, что произойдет с человеком, да, люди, скорее всего, себя смотрят. Потому что мы, например, в свое время, когда мы над дуэлянтом работали, у нас там есть сцена, где ему бьют эти шпицрутами по спине, шпицрутанами. У нас ребята сидели в интернете, рассматривали, как кожа разрывается, как она выглядит внутри, как кровь. Ну, это ужасно было вообще. В зависимости от проекта ты все время пытаешься понять, как все это выглядит. Ты изучаешь, собственно, процесс. Ты изучаешь, из чего состоит мир и внимательно на все детали смотришь для того, чтобы их повторить. Смотри, мы только что разобрали сцену, где полностью все нарисовано. А вот здесь вроде весь реализм такой старательный. Где здесь графика? Здесь очень много графики на самом деле, да. Он же не зря получил Оскара за визуальные эффекты. История в том, что весь фильм как будто снят одной камерой. Да. А там, конечно, он не был снят одной камерой, да, он был снят большими длинными тейками, скажем, шотами, да. И они дальше сшивались. Это прям крутая сцена очень, да, потому что, да, видишь, они здесь склейка двух кадров, снятых в двух разных местах. Это был вырытый у них огромный, по-моему, если не ошибаюсь, метров 800 окоп, что ли. Вот это, конечно, удивительный момент. Мне он очень понравился, как они склеили через CG-солдат. А, то есть получается, смотри, поднимаются живые люди. Вот сейчас идут, вот смотри, сейчас идут живые-живые-живые, да. И вот тут вот раз, все, оба склеились на CG, CG поднимаются, выходят, все, теперь дальше опять пошли живые. И это снято уже в другом месте сцена. Да ладно. Да. То есть, ну подожди, вот посередине между ними это компьютерные переодерки? Да, два компьютерных персонажа, грязь даже сделана, окоп, они все восстановили, да, и вот поднимаются по этой грязи два CG-персонажа и дальше идут уже живые. Да, но они же прям максимально реалистичные. Это трындец. У него даже грязь на жопе вот это все. Все, да, они все восстановили, все. Я просто, честно, я даже не могу осознать, сколько времени нужно сделать, чтобы такое реалистичное. Это большая, очень большая работа, очень кропотливая. Она не то чтобы сложная, суперсложная технологически, она скорее очень кропотливая. Я даже не знаю, что стоит за этим решением, да, возможно, они пытались снять. Скорее всего, они попытались вылезти из этого окопа и выйти на съемку. Возможно, там просто не сошлось. Может быть, они пытались обойти без цифровых дублеров, да, для того, чтобы просто там склеить… Ну, как там, другие склейки, там, через затемнение… Через затемнение, через что-то, да. Возможно, просто не получилось. И, скорее всего, я подозреваю так, давайте мы попробуем сшить через цифровых дублеров, потому что, скорее всего, дублеры у них были для каких-то кадров все равно, но они их там доработали. Важно было попасть именно в текстуру, фактуру. Они, скорее всего, руками промоделили все складочки, чтобы они… Обычно мы симулим это, шьем одежду, симулим, но здесь для того, чтобы попасть в нужное, скорее всего, они прям руками это сделали, с руками промежут, чтобы вначале они совпали с выходом живых, да, и в конце совпали с другими живыми, с теми же самыми, снятых в другом месте. Все вот эти фаны, вот этот туман, дымка, все это, причем все без хромакея снято, все они ручками вырезали. Чуть ли не вся часть этой работы была сделана в Индии, по-моему, в индийском подразделении. Ну, там как-то в титрах очень много индийских фамилий было. Ты говоришь, что, скорее всего, все складки были сделаны вручную. А насколько сложно симулировать одежду? То есть это вроде такой простой предмет. Ну, на самом деле это приличная работа, да. Сейчас, слава богу, появились какие-то софты новые, да, которые одежду ты можешь прямо шить. Ты прям по выкройкам делаешь, да. То есть сидишь еще и там вышиваешь? Ну, не вышиваешь, ты просто делаешь выкройки, да, что вот так вот, да, и ты вешаешь на персонажа. Для того, чтобы одежда правильно симулировала, у тебя внутри должен быть персонаж, в смысле человек, на котором она виснет, который анимируется, и оно как бы симулирует, да, вот эти вот все складки. А, под него уже? Да, да, да. Это не так просто, потому что нужно подбирать параметры, там, да, это такая работа кропотливая тоже, да. Но сейчас, слава богу, есть помощники, цифровые, скажем так, какие-то. Но все равно тебе нужно каждую текстуру нарисовать, материал подобрать, блики подобрать, карту грязи, пятен, всего подобрать, знаешь, это там ручками ты все равно рисуешь вот все, что там, вот все, что на них вот сейчас вот все текстуры, это там они из фотографии брали, скорее всего, ставили, руками дорисовывали, знаешь. Каждый персонаж, скорее всего, занял там несколько месяцев. А тебе обидно, например, вот, когда условный трансформинг все-таки знают, о, это нарисовано, а когда ты делал эффект, который никто не видит, тебе говорят, а где здесь эффекты? Ну, в каком-то смысле да, потому что вот мы, например, работали над дуэлянтом, да, и там реально очень много графики, но вообще никто ни слова про это не сказал, нигде, ни в одной рецензии, ни в одном… просто никто не сказал про графику, да. С одной стороны… Ну, типа, само собой разумеется. Ну, типа, да, историческое кино, там, куча всего там нарисовано, да, но, с другой стороны, ты понимаешь, что, значит, мы всю работу сделали правильно. Графика сидит органично, и никто про это не заметил, типа, историческое кино, знаешь, там… Ну, такие моменты бывают, конечно. Ну, в этом смысле вот 1917, он чем, конечно, силен? Технически, имеется в виду с точки зрения технологических наработок, симуляции воды, какие-то физические штуки, которые часто у нас очень… У нас очень много науки, в нашей работе очень много реальной науки. Внутри есть люди, которые строятся очень глубокими фундаментальными научными знаниями, это везде. Там даже ученые трудятся в компаниях таких. То здесь, скорее, он Оскара взял даже не за технологичность, а это такое сочетание визуальной эффекты плюс операторская работа. Потому что в этом смысле он удивляет не сложностью такой, да, а удивляет тем, что, ну, это все как будто снято одним этим, красиво очень склеено, очень хитро, да, и это как бы, ну, зритель, простой зритель ни разу не считывает… Да и я, на самом деле, не считывал. Я тоже не знал, что в этот момент здесь склейка, пока не увидел мейкингов. Единственный момент, который я понял, что это графика, когда он там, помнишь, он убегает и прыгает с моста. Да-да-да, там заметно было. Там прям-прям-прям заметно. А так там, конечно, вот все, что там было сделано, было сделано очень круто, очень качественно, да. Но там именно это сочетание операторской работы и графики, оно совместно. Это как бы не отдельное. Смотри, а как по времени? Через какой период ты говоришь, что вот все твои технологии, которые у тебя есть в студии, они уже устарели, и нужно ставить новые программы, новые людей обучать? Зависит каких-то вот изменений. Во-первых, софтов, в которых мы работаем, их много разных. И обновляются они тоже в разное время, кто как. Иногда обновляются они по чуть-чуть, ну, типа, версия раз в полгода или в месяц там выходит какая-то, там, ну, как бы изменения незаметные. Иногда бывает очень основательные изменения, да, и тогда, да, приходится немножко обучать, там, да, менять. Вот буквально вчера у нас там был такой небольшой мастер-класс внутри компании, потому что софт основной, в котором мы работаем, у них вышло такое большое обновление, да, и мы переходим на новую технологию. Но вот так, чтобы прям совсем, типа, выкинуть, ну, редко очень бывает. Сильность зависит от устройства компании, организации. Мы в этом смысле довольно гибкие, да, и мой партнер технический директор Мишель Осин, да, он вообще очень любит обновлять все время. Поэтому мы все время готовы к обновлениям, мы там раз в месяц у нас что-то переставляется, там, и так далее. Оно не радикально, но по чуть-чуть. И когда ты все время переставляешься, твои глобальные изменения не очень заметны. Есть компании, которые не любят менять pipeline, да, вот они сделали там, да, это часто про анимационных сериалах. Ты как бы сделал, тебе долго, как бы, чтобы ничего не ломалось, поэтому ты работаешь в одном. Потом, если ты хочешь перейти в новую технологию, там приходится много чего-нибудь. Да, заново установить. Заново, да. У нас в этом смысле такой проблемы нет. Да, ты вдруг в какой-то момент, если ты оборачиваешься, хочешь что-то вытащить, там, 5-летней давности, вдруг, понимаешь, оно не работает. Да, у нас там вот тут смешная история была, когда мы на притяжении, например, пилоты самолетов, они CG-персонажи. А, вот, которые летали. Которые летали, да. Это все CG-персонажи. Причем там есть даже… В кино это не видно. Мы Мэкинов сделали. Вот партнер Миша, да, он большой фанат авиации. Он все время очень сильно мечтал полететь на самолете. Вот он в прошлом или позапрошлом году эту мечту реализовал, пролетел на реактивном самолете. У нас у него там есть бейджик, вот эти, который… Нашивка. Там прямо написано, типа, «Полковник Михаил Анатольевич Лесин». Вот там летит пилот, а у нас он как бы сам. И мы, когда, собственно, стали работать над отторжением, и у нас появилась эта сцена опять с пилотами, собственно, мы решили поднять пилота оттуда. Там очень смешные были картинки, потому что он, ну, грубо говоря, он разорвался. В смысле мы взяли пилота, поставили, у него там порванные штаны были. Потом что-то сломалось, да, и выглядело очень смешно, потому что и пришлось заново там что-то восстанавливать, какие-то элементы. Потому что ты все равно в каких-то вещах ты делаешь какие-то свои наработки технологические, так бы, да, дописываешь, что какие-то штуки ломаются, что-то перестает работать, да, и иногда приходится там довосстанавливать. Иногда, типа, ты просто выкидываешь уже потому, что оно не работает, потому что софт настолько обновился, что твои старые наработки просто уже не... Все, уже не работают, да. Смотрел этот фильм, вспоминая историю, я работал в магазине дисков, и пришла женщина из ПРО и говорит, мне ваши фильмы с эффектами не подсовывайте. Вот. И в итоге она набрала все фильмы, где эффектов больше, чем в «Трансформерах». То есть настолько это невидимые эффекты, и они тоже работают. Ну, сейчас на самом деле фактически любое кино, в нем есть компьютерная графика в том или ином виде, в разном виде сложности. Даже простые драмы сейчас очень много, там, проезды в автомобилях, фаны, за окнами что-то вставляют, что-то вытирают, элементы рекламы современности, да. Любое историческое кино набито графикой просто под завязку, просто под завязку. И уже многие люди просто даже не знают, где он находится, да. Они где-то видят, начинают кривить там, да, типа носом. Но на самом деле ее намного больше, чем люди об этом знают. Запах напалма по утрам. Ты любила моего сына. Позаботься о его брате, пока я не вернусь. Это вообще, это один из моих любимых фильмов. Я помню, когда он вышел, мы как бы к этому моменту тоже уже много что сделали, притяжение было, и наше такое ощущение было, мы какие молодцы, мы такие вообще… И тут выходит этот фильм, я такой, пора садиться опять за парту. Учиться, учиться и учиться. Да, это потрясающее кино. Ты знаешь, что она меня чем поразила? Во-первых, здесь очень мало экшена. И весь, для меня весь экшен был, когда ты не можешь оторвать глаз от экрана, это когда вот они сидят, диалог двух обезьян, Цезаря и плохой обезьяны, Bad Ape. Они вот пять минут разговаривают про своих детей на вот таких крупняках. Вообще меня порвал. Вот эти все глаза, вот эти слезы. Эмоции, слезы, там такие трагические истории у обоих, да, ну это вообще невероятно. И оно технологически офигенно крутое, потому что каждая обезьяна, то, чтобы ее сделать, да, это набор научных разработок просто, то есть огромное количество. Это и внутренняя структура, мышцы, как это работает, там, скорее всего, жировые прослойки, кожа, вся эта кожа симулиться, да, для того, чтобы мышцы перекатывались там и так далее. Мышцы сами тоже работают. Лица, все это сложные истории, все эмоции на лицах, плюс шерсть, как она выглядит, там, скорее всего, сделана и грязь, и жировые штуки, знаешь. Ну это вообще, это фантастическая работа просто. То есть смотри, здесь актеры motion capture — это только первый план, а остальное все полностью графика, верно? Ну, я думаю, что и для задних планов они отдельно записывали все движения обезьян. Там в любом случае как бы все равно, все равно каждый и каждый персонаж, даже сыгранный motion capture, проходит через руки аниматоров. Там все равно в чистом виде motion capture не проскакивает, да, все равно нужно потом работу руками, потому что все-таки это обезьяна, немножко другая пропорция, перенос эмоций другой. А скажи, смотри, сейчас технологии и так по сравнению с горлом в стиле нам колец, то есть они сейчас просто прыгнули вперед. Нужен ли сейчас motion capture или можно просто нарисовать человека? Нужен, конечно. Технологии прыгнули немножко в другом плане. Видишь, они в сложности вот самого персонажа, видишь, потому что там и глаза, и кожа. И вот для того, чтобы вот так кожа выглядела, как она на нем выглядит, да, это сложный расчет, довольно тяжелый, да, для того, чтобы... Вот если смотреть в поры в лицо, да, ты видишь, что внутри, и ты должен это сделать, все, что внутри, да, и свет, он как бы туда проникает, поэтому кожа выглядит как кожа. Если бы свет туда не проникал, кожа выглядит как пластик в результате. Если ты внимательно посмотришь, да, у тебя микро-микро движение, у тебя вот, вот сейчас ты видишь, ты сейчас всматриваешься в меня, у тебя здесь поры есть, у тебя там какие-то кусочки там, где-то волосы вылезли, вены внутри, да, морщинки, в глазах у тебя какие-то кровавые капиллярчики, да, и это все нужно сделать. А сколько же слоев у лица получается? Огромное количество слоев. Там реально это огромная технологическая работа, там, ну, это каждый персонаж, у них, там, я не знаю, вот сложный главный герой обезьян, его, в принципе, могут делать от полугода за год только один персонаж. Нужно сделать все-все микроэлементы и технологические симуляции. Видишь, у них шерсть болтается, да, и еще она слипается где-то, и еще туда вода падает, это отдельный слой еще работы, да. А скажи, вот они сделали вот эту модель, например, головы его, и, т.е. она уже ее крутит, вертит, использует. Да, да. То есть не нужно постоянно на новые сцены, там, делать новые модели. Нет, нет, это не как 2D, там, история. Нет, нет, это, да, это готовый персонаж. Ты просто потом его в каждую сцену выставляешь, там, камеры и, там, заново анимируешь, вставишь на просчет, да, он уже, она готова уже. И там куча вещей внутри, которые приходится симулить на каждый кадр и занимает время, например, человек его санимировал, потому что там анимируется такой, как сказать, математический скелет. Ты как бы двигаешь за части, там, причем аккуратно, там, причем, скорее всего, сделаны все части, вплоть до фаланг, там, и так далее. Дальше он как бы санимирован, потом ты, у тебя есть отдельные внутри мышцы, и эти мышцы прямо, скорее всего, там сделаны, потому что мы так сейчас делаем, да, тоже. Костная структура, и она сделана по-настоящему, в смысле со всеми промоделин. Для того, чтобы сверху натянуть на нее мышечную часть, которая будет симулиться. Когда ты ее симулишь, мышцы отрабатывают, там, вторичная анимация, подергивание. Сверху вешаешь слой жира на мышцы. Между кожей и мышцами должен быть слой, который помогает вот ей проскальзывать, да, вот здесь же. После этого, да, ты как бы симулишь и кожу. Вот эти вот, как сказать, у кожи же есть складки, там, и так далее. Ты должен их засимулить. Сверху ты сажаешь волосы. Это отдельная симуляция, которая смотрит, как симулина кожа, и дальше все эти волосы еще санимированы. После этого, видишь, они еще и дальше, если они в дожде, то они капельки туда кидают и отдельно тоже все это симулиться. Каждая капелька должна правильно бликовать, глазки должны правильно бликовать. Ну, это... Я каждый раз, когда ты в это смотришь, когда ты понимаешь, ну, это невероятная работа. Это отдельная моя боль, да, когда там, о, это все не графика, мы сняли, вот это круто. Но нет. Сейчас вот вся вот эта работа заключает внутри себя гигантское количество интеллектуального труда, очень талантливых, очень умных людей, да, и, ну, это, ну, как сказать, это намного сложнее, чем любая там, да, даже съемка. А вот скажи, motion capture, в чем у него прелесть? Почему его все еще используют? Ну, потому что есть какие-то движения, которые, ну, там, очень огромное количество микродвижений, да, и это помогает. В смысле, здесь все средства хороши. Их нельзя отделять друг от друга, их нужно вместе смотреть в комплексе. Motion capture — это база, на которую, ну, грубо говоря, режиссеру, вот ему нравится вот эта база, как они работают, как они играют, да, они там, актеры тоже молодцы, они же все тренировались, там, походки, движения, вот это, вот это все, да, там целый прям… Энди Серкис там вообще просто, он же поехал в Африку и провел какое-то время с обезьяной в зоопарке, и он жил, с ней разговаривал, он начал с ними общаться, он стал частью их семьи, часть Трайба, там была известная такая, белый обезьян. Это дает базу, очень хорошую базу. И дальше уже на эту базу, да, люди, которые занимаются компьютерной графикой, да, уже дальше просто нюансы доводят, но тебе не нужно все выдумывать в результате, и это ускоряет процесс. Его нельзя отдельно рассматривать. Motion capture — часть технологии, это не отдельная вещь. А сама технология Motion Capture сильно изменилась? Потому что, я помню, раньше была куча каких-то фонариков на их лампочках, а сейчас... Да, сейчас есть и старые все это остается, да, сейчас есть с датчиками, когда без камер, да, когда датчики друг на друга, грубо говоря, в пространстве слушают и смотрят, где они находятся. Сейчас новые технологии даже через помощью нейросетки, даже без датчиков, без маркерной. Ставят просто камеры, и он смотрит на объект, определяет, что там внутри человек через нейросетки, да, и он нейросетки, понимая, как стоит фигура человека, да, экстраполирует, да, вот эту всю, ну, как бы, анимацию. А по-моему, даже уже есть где-то такие технологии, когда просто с одной камеры просто снимают без маркеров, и уже он. Но он еще не очень аккуратный. Просто пока вот эти все с датчиками и прочим, самые аккуратные, там вот есть некоторое количество нюансов, мелочей, там, да, которые, например, микродвижения, которые так ты не понимаешь, да, но глаз все равно, так как мы привыкли смотреть на людей, да, вот мы с тобой сидим, да, ты раз что-то моргнул, головой, да, сделал. Я, видишь, я весь в тиках, да, у меня постоянно там плечо работает и так далее, да. Мы эти вещи как бы знаем, но их очень тяжело восстановить, потому что их очень огромное количество. Притяжение, тот фильм, мне кажется, после которого о том, что компьютерную графику могут делать в России, заговорили во всем мире. Ты горд? Ну, конечно, горд. Ну, на самом деле, внутри индустрии в мире, да, про нас узнали еще со Сталинграда, что там тоже очень тяжелая графика. Но Притяжение, да, в этом смысле, мы когда сделали ролик в этот making of, он реально там просто миллионными просмотрами разошелся, да, и в смысле, конечно, мы гордимся этим фильмом. Расскажи, почему именно Чертаново и почему именно такая тарелка? Ты знаешь, я не помню, почему именно Чертаново. Может быть, потому что в Чертаново такая необычная архитектура. Он же специально строился, этот район, да, все время. Там под Олимпиаду вроде, да. Под Олимпиаду, да, там интересная архитектура у здания и вообще он симпатичный, очень интересный район. Ну и плюс ко всему, наверное, уже стереотипный Кремль уже надоело, всем показываю, да. Вот как бы другая... Москва-Сити хватит уже взрывать. Москва-Сити хватит взрывать. Хотя мы тут пролетели над Москва-Сити тоже, да, в Притяжении. Это очень крутая сцена. Прям вообще, да, мы довольно долго разрабатывали. Там очень интересно, что для того, чтобы вот так вот разломать здание, чтобы тарелка упала, нам нужно было сделать весь район. Работа началась с того, что мы сначала... Наши ребята, команды, да, они полезли в интернет и нарыли блюпринты зданий. Что такое блюпринты? Блюпринт — это его схема. Да, как, собственно, выглядит здание, потому что нам важно, когда ты разрушаешь здание, ты должен еще и сделать то, что внутри. То есть у тебя там все комнатки, все простроено. Ну, там частично, да, комнатки есть, там как-то процедурным образом они сделаны, да, чтобы она когда срезает, да, чтобы у тебя внутри все было, потому что так в графике все равно это пустая коробка. А тебе нужно было сделать все, потому что если там посмотреть, там где-то и белье висит или еще что-то там и так далее, да. И мы понимали, что объем работы гигантский, да, поэтому мы, в общем, решили это сделать процедурным способом. Мы сделали конструктор. Они не супер идентичны местами Чертанова, да, и вообще эта схема такая от балды скорее взята. То есть это не Ctrl-C Ctrl-G Чертанова? Нет, нет. Это по мотивам Чертанова, скажем так. Оно просто очень похоже на Чертанова, да. Мы как бы пытались добиться этого ощущения, да, мы брали архитектуру, здание где-то, да. И, собственно, мало того, что, например, вся сцена, где вот все эти люди бегают между домов, где пыль и где они двигались, это вообще снято в Левобережном. Там строящийся район был пустой, да, и там все снимали, поэтому часть архитектуры оттуда приехала. И мы, собственно, сделали этот конструктор. Ты рисуешь район, да, и он тебе там выращивает здания, он выращивал деревья, стоянки. Собственно, человек, который у нас там отвечал за этот движок, да, Игорь Харитонов, он полез еще в интернет, он нашел алгоритм трафика. И он его там реализовал. У нас машинки ездили там по этому городу, они прям ездили автоматически, друг с другом реагировали, реагировали на светофоры, останавливались, пропускали. То есть это не вручную? Вы это построили, что-то автоматом работали. Построили, а автоматом все время ездил. И там доходило до комичного. Там были кадры потом в фильме, не в этой сцене. Потом, когда они ходят по этому пустому, где первая встреча с пришельцем, там есть кадры, где мы смотрим на... Камера поднимается, мы видим здание, и мы видим снизу дорогу. И там как бы никого не должны увидеть. И там машины ездили. Ну, в смысле, они просто так, как они в движке есть, они как бы ездят. А тут их можно увидеть, но вот тут, например, в этой сцене же автобус мы руками доанимировали, который отъезжает от него. А часть декораций, где вот они в кровати лежат, да, это декорация. Они построили, чтобы он могла падать, да, и висеть, и все остальное сверху мы дорисовали. Почему такая тарелка, да, это был... Мы делали разные дизайны, разные варианты дизайнов. И Вадим Аймедович Сергеевич пришел, он говорит, я хочу, чтобы она все-таки была шарообразной, да, больше похожа на какую-то молекулу, электрон, нейрон там, что там еще, да. Ну и вот мы на базе этого дизайна делали разные варианты. В общем, вот этот вариант, да, ему понравился. Здесь нет ни одного кадра живой съемки. Это полностью все симуляция. Ну вот с исключением там, где люди бегут, где-то они вкладывают. А вот так вот, да, все общие планы, все-все-все, это все графика, да. Даже вот здесь, где она сидит, видишь, вот бинокль, да, она сидит в павилоне на хромакее, все вокруг, все графика. Смотри, а по дизайну, вот как к тебе обращается режиссер и говорит, я хочу, чтобы там на Чертанова упала летающая тарелка. Кто отвечает за дизайн самого Чертанова, за дизайн тарелки? Ты знаешь, это командная работа. Там нет, ну, в смысле, там конкретно тарелку рисует художник. У нас их было несколько в тот момент. Там базовый вариант придумал один художник, другой художник сел, ее просто дорабатывал. Потом ты начинаешь ее ригать, собирать, и в момент этого ты понимаешь, что тебе нужно внести какие-то изменения в дизайн, потому что там что-то не работает, что-то нет. Потом появилась какая-то идея у режиссера, попросил что-то сделать. Ты доделал. То же самое по району. Ты как бы собираешь сначала так вот, типа, как вот так вот вам нравится, да, и что, говорит, да, вот так хорошо, так, или ничего не говори, типа, все окей. Это командная работа, в которой участвует довольно большое количество людей, которые как бы, ну, на каждый кадр имеют свое влияние, да. В этом смысле у нас еще, как сказать, у нас такая довольно демократичная структура работы, да, и у нас ребята, да, очень много каких-то своих элементов вносят туда, да, и мы, в общем, этому открыты к этому. А вот скажи, работа на площадке. Вы же не только за компьютерами сидите все это придумаете, вы приходите на площадку. Мы на съемках были все время, да, да. Каждый день на съемках кто-то выезжает, да. Расскажи, в чем особенность работы на площадке? Ну, вот просто очень быстро все происходит. Нужно быстро принимать решения. Если там в графике ты сидишь и можешь подумать, там, что-то это, там приходится очень быстро. На самом деле работа супервайзера, да, это помочь группе более-менее правильно снять материал для конкретного фильма, именно с точки зрения технологии, для того, чтобы просто оптимизировать расходы. В принципе, мы можем и ничего не снимать и снять как угодно, да, вот как снято в этом 1917. Там ни хромаков, ничего нет, потому что они решили этот шаг сделать, потому что огромные кадры, хромак все равно не выставишь, плюс свет там нужен специальный, да, и поэтому там они решили руками. Ты всегда принимаешь решение, как оптимально это сделать. Не всегда бывают решения оптимальные на площадке. Какие-то советы даешь, которые люди со съемки просто их не знают. А расскажи секрет работы с хромакеем? Потому что в некоторых фильмах ты видишь, что люди очень круто на хромакее смотрятся, а некоторые, ну, прямо... Причем это очень часто. Самая главная сложность работы с хромакеем — это попасть в свет, в освещение. Это даже, ну, там, не какие-то края, там, хотя это тоже важно, чтобы все волосики откеялись, там, и так далее. Он должен быть ровный, хорошо освещенный, но самая сложность — это попасть в освещение. Тебе нужно, чтобы у тебя совпало освещение переднего плана и заднего плана, именно положение света и так далее. В этом смысле, например, очень тяжело имитировать Солнце, очень тяжело делать открытые источники, потому что Солнце — это самый яркий источник света, и нет ни одного прибора, который может полноценно дать вот такой свет, такой мощный, да. Его пытаются имитировать, ставят там очень тяжелые большие источники, но все равно их не хватает, потому что когда Солнце в прямом свете, да, там, контраст между ярким и темным очень большой, и его тяжело добиться. Хотя технологически это не очень сложно. Здесь важно попасть... Самый главный секрет — попасть в освещение. Даже если у тебя потом будут какие-то огрехи там с волосами и так далее, да, если освещение попало... То это легко решается. То оно срабатывает, да. А потом еще, знаешь, еще как часто бывает, да, и это часто бывает даже заслуга режиссеров, знаешь. «Аквамен» смотрел, например, да, и там есть сцена, где они стоят на пирсе с отцом. Ты понимаешь, что, во-первых, свет не подходит, да, с разных сторон, во-вторых, ты видишь, что вон ракурс, так вот, восьмерка, знаешь, ты понимаешь, что он стоит, и там Солнце. Камера разворачивается на отца, и тут Солнце. А, именно это тоже Солнце. Да, да, но выглядит для человека, который понимает, неправдоподобно. Но очень часто бывает, когда ты снимаешь, там, на улице, да, или же из окна, то солнечный свет настолько яркий, что за окном забел. Буквально камерами. Выбивает полностью окна. Да, он просто выбивает. А режиссер хочет, чтобы там было небо, например. Поэтому он просит это все занизить, да, и получается странное освещение, да, как будто какой-то фильтр на окне стоит поляризационный, да, и это тоже может, тоже так срабатывать. Поэтому тут всегда ты выбираешь компромисс между... Ну, знаешь, вот часто еще, да, операторы, там, ну, раньше, сейчас уже меньше, потому что на эту фотокоррекцию можно раньше, операторы вешали фильтр на верхнюю часть линзы для того, чтобы небо, знаешь, такое было глубже, как бы, да. Выглядело странно, да, но зато работало на эмоцию. Витория Стараро у Берта Луччи, он делил вообще два фильтра. Синее небо и оранжевое пустыня. И поэтому у него офигенные кадры такие, кричащее небо и кричащий песок. Конечно, да, да. Просто раньше это как бы типа ход, и сейчас ты так сделаешь, скажешь, а-а-а, графикой скажет. Да. Вот, да. Но на самом деле, да, это для выразительности. Скажи, а вот в этой сцене какой момент, который вы не ожидали, но столкнулись с тем, что это очень сложно? Да ты знаешь, она вся была сложная. Эта сцена вся была сложная, потому что каждый фильм, который мы начинаем со сложными эффектами, мы не знаем, как будем делать. Мы примерно понимаем, но там всегда есть огромное количество неожиданностей. Это всегда исследование. Ты всегда заходишь туда и не знаешь, какой будет финальный результат. Поэтому вот в этой сцене, ну, все было сложно. Даже какие-то вот хромакейные сцены, где они падают, где нужны элементы совпасть, ручная камера живая, отъезжает. И ты такой, ааа, здесь не получается, здесь не совпадает, там верхние этажи не так вылетают, масштаб не тот где-то, да. А как это должно быть? А как большая тарелка? Мы никогда не видели, чтобы большая тарелка падала на город. Как это все должно выглядеть, да? У нас там даже интересные были комменты, тоже нужно учесть. Потому что мы сделали так, да, а там какой-то строитель писал, у нас был комментарий от строителя, он говорит, дома так не могут, тарелка не сможет их срезать, потому что там внутри какие-то есть усиления и конструкции, скорее всего, она там какими-то блоками снимет, знаешь. И сразу все, фильм говно. Слушай, он же видит, как он нож в масло заходит, просто срезает. Но нам было это важно добиться, потому что визуально это круто, да, потому что ты видишь, как он срезает верхние этажи просто, знаешь. А после этого проекта стали ли вам обращаться иностранные продакшены с заказами? Ну, это долгий процесс, не сразу. Вот сейчас мы работаем, да, у нас вот почти все проекты, да, в данный момент, а это зарубежные, мы несколько штук делали. В прошлом году вообще работы фактически не было, потому что кинематограф стал весь во всем мире. Да, да. В прошлом году как раз был, такой был первый онлайн K-Buyers Event, это прямо в России первый онлайн кинорынок, это Россия первый сделала в мире. И там был представитель из Netflix, вот он, когда смотрел кино, он сказал, что… у него спросили, типа, как он считает, какое кино нам нужно делать. Он сказал, что у нас очень сильная техническая сторона, да, вот он как снято и как… и визуальные эффекты, компьютерной графикой, да, поэтому нам прямо вот нужно занимать фантастику. Внутри индустрии нас знают, уважают за наши попытки сделать за очень маленькие деньги, очень круто, потому что в этом смысле у нас выбора не так много. Зритель, наш отечественный зритель, он беспощадный. Ну да. Да. Он живет по принципу «бей своих, чтоб чужие боялись», поэтому нас обсирают постоянно, да, и у нас выбора нет, потому что у нас мы соревнуемся с большими фильмами, которые… План, как бы, ожидания зрителя, он очень высок. И мы, в общем, мы тоже это кино любим, поэтому пытаемся очень качественно делать, да. ЗАПАХ НАПАЛМА ПО УДРАМ Есть будущее у русско-фантастического кино? Конечно, конечно. Обязательно. Я уверен, просто она уже есть. Я помню, когда я смотрел сериал производства 1-2-3 продакшен «Аванпост», я офигел вообще просто. Я помню, что это качество какое-то невероятное всего. И графики, и истории. Я помню, что я второй раз в жизни поймал себя на мысли, когда я жду отечественный сериал, новые серии. Первый был «На чиках», когда мы прям с женой ждали, да, и «Аванпост» тоже я жду, когда выйдет следующая серия, потому что я прям, ну… Он для меня… Я ждал больше, чем какой-то там иностранный сериал. И я понял, что да, все, вот мы как бы добрались до вот этого уровня, мы уже можем делать очень круто, качественно, во всех смыслах совершенно. Вот «Майор Гром» вот наш в июле стал топом на Netflix. Он 10 дней держался на первом месте на Netflix в мире по просмотрам. И он стал самый просматриваемый в мире фильм на Netflix за весь июль. За весь июль? За весь июль. Поэтому это прям, да, вот тебе… А в России его не восприняли? Ну, как не восприняли? В России нормально его восприняли, потому что он, в принципе, собрал какие-то деньги, потому что в тот момент все фильмы собрали не так уж и много. Там было очень интересно, даже моменты были, потому что там были кинокритики, которые, конечно же, его обосрали. Мы уже к этому привыкли, да, но там даже потом, после его успеха на Netflix, видно было, как они просто в прыжке переобуваются. Те же самые критики внезапно начнут хвалить Филипп. Это было прям интересно. Читайте, что там продюсеры прямо офигевали. Ну что, как думаешь, мы смогли убедить зрителей в том, что компьютерные эффекты — это не только мультик и трансформер, а что это очень важная составляющая современного кино? Ну что, зрители, мы ждем от вас в комментариях, смогли мы это сделать или нет, и увидимся в следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.